О большом, в прямом смысле, слово мечтает школьница из Канажского района. Речь не о театре, о дубах, которые лет через сто должны превратиться в исполинов. Реват Фаткулин познакомился с девушкой, которая еще в нежном возрасте задумалась о том, как будут жить ее внуки и даже правнуки. Копнул лопаты, посадил саженец, присыпал землей, готово. Если так сделать много раз, будет лес. Нет, не будет, утверждает Даша Васильева. С раннего возраста, хотя и девушка только закончила 10 класс школы, мечтает возродить гербовое растение республики – исполинский дуб. Дуб чересчатый любит чернозем, и это самая лучшая почва для него. Почву будем смешивать 50 на 50 с этим грунтом и с землей, с родной землей, чтобы дерево желать лучше прижился. У Даши все по науке, от грунта до желудей. Если просто насобирать их в газоне, велика вероятность все усилия, как говорится, на смарку. Чтобы заручиться поддержкой, Даша свою девичью мечту о стройном деревце с красивыми листьями превратила в проект с труднопроизносимым названием «Технология выращивания пророска кверсуса, чересчатого из семян в домашних условиях». Презентовала на молодежном форуме «Молгород». Ее энтузиазм оценили. Сегодня волонтеры партии «Единая Россия» привезли все необходимое. Я очень рада, что мне помогли с финансированием данного проекта. И это как бы еще больше мотивирует продолжать это дело. В этом году мы тоже собираемся собрать желуди и в следующем году высадить их на постоянный участок. В прошлом году эксперимент попробовали высадить 16 дубов. В этом весной высадили 16 дубов, как эксперимент. И прижилось у нас 10 саженцев. Девочка действительно болеет и старается реализовать то дело, за которое она взяла. И невозможно было пройти мимо, когда увидели, что такой ребенок целеустремленный имеет осознанное желание заниматься таким важным делом. Юный эколог понимает, что прогуляться в дубовые рощи смогут скорее всего только ее внуки. Только если она, молодая девчонка, сегодня прорастит желуди. Рифат Фадкулин, Николай Скворцов, Республика. Рифат Фадкулин, Николай Скворцов, Республика.